В Краснодаре прошел партийный форум. С выставкой проектов ознакомились глава региона и председатель ЗСК. Все представленные идеи уже давно воплощают в жизнь. Один из них – строительство спортивных комплексов. Это, наверное, самый, на мой взгляд, успешный проект российский. Мы построили, 40 объектов у нас зашло с программой. Это для края очень много. Мы впереди всей России. Сегодня все, что мы видим в крае, все спортивные объекты, комплексы – это все практически вклад в Единой России. И нам не надо присваивать то, что сделала Единая Россия. Для нашего края, для нашего региона, для спорта, для молодежи, которая сегодня на самом деле может уйти с улиц и прийти в современнейшие спортивные комплексы. Даже не объекты, а комплексы. Вот здесь надо правильно расставлять акценты. И тогда народ будет понимать, что сделала для него Единая Россия, что для него сделала партия народа. Она не справами сделана, а реальными действиями. Не менее значимый проект – это создание безбарьерной среды в крае. Это одно из приоритетных направлений, которое позволяет для людей с ограниченными возможностями здоровья сделать жизнь в обществе более доступной. Безбарьерную среду должна создавать не только власть, не только мэрия. Безбарьерную среду должно создать само общество, само население, жители города, края, России. Это главное, что сегодня должна быть. Терпимость к инвалиду, терпимость к его проблемам, сочувствия и сопереживания. А методом просто условий или услуг для того, чтобы ему было комфортно передвигаться или создать подъемники – это можно. Я уверен, мы это сделаем. Инвалиду нужна просто поддержка того, кто с ним живет рядом. Это намного важнее. Результаты есть и после реализации проектов здравоохранения. Например, с помощью нового современного оборудования в больницах стало возможным снизить младенческую смертность больше, чем на 11%. Однако, по словам Вениамина Кондратьева, важно, чтобы современные способы лечения были доступными для каждого жителя края. Доступность современнейшим способом есть не у каждого жителя края. Об этом идет речь. И об этом они, когда езжу по районам, по дорогам и селам, в этом не кричат. Поэтому сегодня наша с вами задача – создать им условия, чтобы они могли все, кто необходимость в этом имеет, в современнейшие медицинские центры попасть, даже пусть краевые. Это очень важно. А подчас у них даже амбулатория закрывается. И мы с вами делаем все, чтобы они не закрывались. Вот это самое главное. Жизнь и на селе, и в хуторе не должна остановиться. Ни в коем случае. Это наша с вами сегодня социальная ответственность перед людьми. И я уверен, что мы ее выполним. Также на форуме подвели итоги конкурса среди предприятий края «Звезда качества России». Вениамин Кондратьев и Владимир Бикетов вручили награды победителям. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Галина Моисеев, 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 телекомпания «ФКТ».